Как Белгородскому госпиталю для ветеранов войн удается выигрывать такие гранты от благотворителей, как повлияла пандемия на его работу и что поменяется в этом году, об этом мы поговорим с начальником госпиталя Вера Паникар. Сегодня она в нашей студии, Вера Игримна. Здравствуйте. Добрый день. Вот грант, о котором шла речь в сюжете, от памяти поколений, не единственный, который получил ваш госпиталь. Скажите, как вам еще удается выигрывать такие гранты? Ну, поступило предложение от данного фонда памяти поколений. Мы, конечно же, решили поучаствовать. А вдруг нам удастся победить? И разработали определенную стратегию, и прорисовали, предоставили, и мы стали победителями. О чудо! И теперь мы оснащены от АДАЯ урологической и лабораторной диагностикой. А вот грант, который есть еще у нас в структуре, и который мы тоже в этом году смогли реализовать на нашей базе, это президентский грант, который направлен на оказание помощи инвалидам и пожилым пациентам. Мы выезжаем в составе большой мобильной бригады. Это врач-гириатор, который помогает пожилым пациентам, корректирует какое-то лечение при необходимости. Это социальный работник, это психолог. Если, допустим, пациент или человек одинок, то мы передаем эту информацию в отделении соцзащиты населения Белгородской области. Ну и, естественно, психолог. Зачастую бывает, что наши пациенты находятся длительное время дома, замкнуты в социальной изоляции, и такая помощь им действительно очень нужна. Ну и в рамках этого президентского гранта мы им вручаем целую упаковку масочек одноразовых, для того, чтобы они могли себя защитить, если они выходят куда-то в общественные места, и плюс антисептик для рук, то есть кожный антисептик. Вера Игоревна, ну вот то оборудование, которое вы получили посредством гранта, оно, безусловно, крайне необходимо вашему госпиталю, тем более, что в прошлом году он был перепрофилирован, и вы стали работать еще и как ургентная площадка, то есть площадка неотложной медицинской помощи для пациентов второй городской больницы Белгорода. Правда ли, что нагрузка на вас выросла буквально десятикратно? Да, действительно, все верно. Мы взяли часть на себя терапевтического, неврологического профиля, то вторая городская больница оказывала эту помощь в свое время, и когда она стала основной ковидной площадкой, мы взяли на себя этих пациентов. И, в принципе, и по сей день мы осуществляем эту помощь, стараемся принимать жителей города Белгорода, теперь уже Белгородского района на территории своего учреждения. Ну а второй наш корпус, который также у нас имеется в структуре, он продолжает оказывать плановую помощь для нашего контингента. Справляемся? Мне кажется, мы справляемся на отлично. Ну вот как, кстати, справляются ваши отделения? Давайте посмотрим сюжет. Наши корреспонденты съездили и посмотрели. С начала пандемии весь этот корпус госпиталя перешел на экстренный режим работы, или ургент. Пациентов принимают по скорой. Профиль – хронические сердечно-сосудистые заболевания, неврология, гастроэнтерология. Игорь – ветеран чеченской войны. Сейчас попал по неотложке, но бывал здесь и на плановой реабилитации. Говорит, у врачей работы прибавилось, но отношение к пациентам не изменилось. Я здесь в госпитале лечусь давно, с 2006 года. Ну, мне нравится здесь. И коллектив хороший, и врачей. Но обслуживание хорошее. Заведующая гириатрическим отделением кардиолог Марина Чижова взяла на себя терапевтический профиль. Да и другие её коллеги имеют большой опыт работы в терапии. Поэтому с кадрами проблем не возникло, как и с оснащением. Надо было перестраивать схему работы. Ургент значительно отличается от нашей предыдущей плановой работы по профилю гириатрия. Но, однако, имеющиеся все в наличии у нас лекарственные препараты, диагностические, спектр весь исследований мы имеем на данный момент, чтобы оказывать такую неотложную помощь по профилю терапии. Во время пиковых нагрузок привлекали для дежурств терапевтов поликлиники госпиталя. А вот в неврологии своими кадрами не обошлись. Несколько медиков пришли на помощь из второй горбольницы. Среди них и заводделением Елена Батищева. Ей пришлось работать с медиками госпиталя, перестраивая их режим с планового на экстренный. И они справились. Хочу сказать, отдать должное сотрудникам. Они быстро включились в работу, быстро приобщились к новому графику работы, к новой специфике. И, в общем, за все время работы мы получили, наверное, обоюдное удовольствие от работы друг с другом. Когда госпиталь для ветеранов вернется к штатной работе, зависит от эпидемической ситуации. А пока профильных пациентов принимает его вторая площадка в новой Товолжанке. Наталья Войтенко, Евгений Кравцовский. Такой день на мире Белогория. Вера Игоревна, работа в условиях площадки неотложной помощи действительно нагрузка очень высокая. Как вам удалось выстоять, работая в таком темпе? Ну, я думаю, что в первую очередь это профессионализм моего коллектива и, конечно, сплоченность. Ну, хотела бы еще отметить, это доброта нашего и отзывчивость нашего коллектива. Это замечают и наши пациенты, и всегда это замечают, и очень благодарны за это. Все-таки тяжело работать, когда ты в плавном режиме работаешь в течение 10-20 лет. И тут перестроиться на суточные дежурства, это действительно довольно сложно. Я вижу, что уже нарастает определенная усталость у коллектива, но каждый раз я их благодарю. И сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо своему коллективу, потому что действительно работа довольно сложна, это так и есть. Ну, и я думаю, что вообще, в принципе, когда человек идет в такую профессию, он должен для себя понимать, что иногда наступают такие времена, когда нужно собраться и помочь. Вот, наверное, наступил такой случай. Действительно, и врачам вашего госпиталя спасибо за это огромное. Расскажите, а что ждет госпиталь в 2021 году? Какие изменения в работе? Ну, мы не стоим на месте, мы всегда развиваемся, ищем что-то новое. И, допустим, в этом году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» должна родиться на свет новая служба. Служба называется «Профилактика падений и повторных переломов». Эта служба направлена на лечение и наблюдение за пациентами пожилого возраста, которые когда-либо упали и получили определенные какие-то осложнения в виде переломов. Почему я стараюсь обратить внимание именно на эту службу? Потому что скоро времени она заработает, и любой пожилой пациент, который, допустим, упадет у себя дома, он должен понимать, что не нужно оставаться дома, нужно вызвать скорую обязательно. И если возможен перелом, то это нужно ехать обязательно в больницу, ни в коем случае не отказываться. Потому что переломы – это очень тяжелые такие нарушения, которые требуют курации. Ну а вот как это будет проходить все-таки профилактика механически? Как вы будете взаимодействовать с людьми? Или, может, какие-то есть наборы инструкций? Не просто наборы инструкций. Мы раздаем, как вы говорите, наборы инструкций, а есть именно рекомендации для пожилых пациентов, которые адаптированы простым языком, в котором сказано, что дома нужно убрать лишние провода с пола, убрать коврики, на которые можно встать, подскользнуться и упасть. Что нужно оборудовать свое жилье определенными поручнями, за которыми можно взяться, когда, допустим, потеряли равновесие, или вы опускаетесь в ванну для того, чтобы помыться. То есть, казалось бы, это мелочь для нас с вами, а для пожилого пациента это очень серьезные нюансы. И благодаря такой организации быта будет профилактика падения. То же самое делается и в лечебных учреждениях, потому что профилактика падения – это и объяснение самим пациентам, объяснение родственникам и обязательно контроль на то, чтобы в самом лечебном учреждении пациент не упал. Это тоже крайне важно. Вера Игоревна, это же пилот, правильно понимаю? Да, мы являемся одним из семи пилотных регионов, которые реализуют на своей территории создание гириатрической службы вот в рамках федерального проекта. И я думаю, что мы довольно успешно справились с этой организацией службы, и в дальнейшем будем развиваться и далее. Немного, конечно, притормозил нас ковид, но я думаю, что стоять на месте мы точно не будем. Вера Игоревна, я желаю вам успеха в уже развитии этой службы. Спасибо, что сегодня пришли. Здоровья и профессиональных успехов вам и вашим коллегам. А я напомню, что у нас в студии была начальник госпиталя для ветеранов войн, Вера Паникар.